Глава 11. Искорка и храм Хейтерама Начало войны. Из записи отца. Печальным оказалось то, что, по сути, война была спровоцирована брони. Да, увы, среди людей, поклявшихся нести в мир добро и маффины, имелись мерзавцы, которые творили зло, прикрываясь светлыми идеалами. Мало кто знает, что преснопамятный Благовещенский инцидент запустивший механизм мировой бойни, был устроен группой брони, входящей в радикальную террористическую организацию бригада мучеников Флаттершай. Вкратце напомню хронологию событий. 1 августа 2050 года в 4 часа утра был обстрелян небоскреб корпорации Вуамай, расположенный на берегу пограничной реки Амур, в городском округе Хейха. Огонь ввелся с российской стороны от подножия небоскреба корпорации ТФМ и продолжался около трех минут. Оба здания, стоявшие друг против друга, словно борцы, готовые кинуться в драку по первому и свистку судей, только формально именовались коммерческо-деловыми центрами. На самом деле это были настоящие боевые форты, напичканные современнейшим оружием и системами защиты. Азиатские тигры и русские медведи давно готовились к вооруженному противостоянию. Вот почему, когда ТФМ стала возводить свой приграничный форпост в Благовещенске, китайцы подсуетились и построили на противоположном берегу аналогичный комплекс. Огонь ввелся из микроавтобуса, стоящего на парковке. Он не причинил зданию Вуамэ никакого вреда. Защитное поле, прикрывающее нижние 20 этажей, могло остановить крупнокалиберный артиллерийский снаряд, но азиаты, почувствовав себя оскорбленными, выпустили в ответ четыре ракеты. Одна уничтожила микроавтобус, экипаж которого к тому времени успел благополучно смыться, три других вонзили из защитного поля русских. Перестрелка продолжалась четыре часа. В дело оказались сведены лазерные излучатели и плазменные пушки. Жилые здания вокруг были полностью разрушены, но сами небоскребы не пострадали. Постепенно пальба прекратилась, и весь последующий день, вечер и ночь, дипломаты, политики всех рангов, представители корпораций и прочее, облаченная властью публика, лихорадочно пыталась погасить зарождающийся конфликт. К утру следующего дня все необходимые договоренности были достигнуты, бумаги подписаны, руки пожаты. Спустя два часа полыхнуло по всему миру. Имена провокаторов установить так и не удалось. Впрочем, глупо было обвинять их в случившихся бедах. Планета в любом случае стояла на пороге войны, которую мог спровоцировать любой ничтожный повод, будь то пролитая на грудь чашка горячего кофе или... Конец записи. Сквозь узкое потолочное окошко задувал сырой ветер. Было холодно и промозгло, лето начиналось совсем не весело. Искорка лежала на грязном засаленном матрасе, пропитанном потом и слезами предыдущих пленников, и угрюмо глядела по сторонам. Она только-только пришла в себя, голова раскалывалась от боли, во всем теле ощущалась мерзкая слабость. На душе скребли параспрайты. Еще совсем недавно она сбежала из одного плена, и вот теперь снова узилище. Невеселая история. Единорожка повела головой, раздался мелодичный звон. Один конец тонкой и прочной цепи был обернут вокруг шеи и туго замкнут крепким замком. Второй сквозь отверстие в стене уходил в соседнее помещение. Все попытки избавиться от обременительного украшения ни к чему не привели. Конструкция оказалась сделана на совесть. Шатаясь, поняшка встала на ноги и сделала несколько неуверенных шагов. Голова кружилась, больше всего на свете хотелось снова лечь. Но следовало сначала осмотреть помещение. Первое, что бросилось в глаза, еще одна цепь, змеей протянувшаяся через всю камеру в самый дальний темный угол, где у стены лежала какая-то бесформенная груда. Не ушли еще один пленник. Звеня металлом, единорожка двинулась вперед и, пройдя несколько шагов, увидела матрас, на котором лежал маленький жеребенок Пегас, свернувшийся тугим комочком. Его глаза были широко открыты и полны испуга. — Привет! — хрипло сказала поняшка. — Как тебя зовут? Малыш не ответил, только сильнее поджал ушки. Он был растрепан, грязен и очень несчастен. Искорка ласково лизнула его в загривок и прилегла рядом. — Не надо меня бояться! — как можно мягче сказала она. — А я и не боюсь! — робко сообщил тот. — Отлично! — Давай прижмись-то, наверное, замерз. — Не, мне не холодно! — писнул малыш, стараясь как можно плотнее притиснуться к теплому боку единорожки. — Так как тебя зовут? — Хвостик! — застенчиво ответил юный заключенный. — Только ты не думай, это не настоящее имя, а детское. Когда я подрасту, то мне дадут правильное. Взрослое! — Понятно! — тянула Искорка. — Малыш его сильно заинтересовал. На вид ему было чуть больше двух лет, но он не имел хозяйского клейма на крупе. И если его привезли сюда прямиком из питомника, где клейма не ставят, то тогда в мухе обязательно должна быть пластиковая бирка с номером. Но бирки нет, и отсутствует отверстие для ее крепления. Такое отверстие есть у каждого пони, прошедшего питомник, и каждый старается всячески его замаскировать. К примеру, единорожка делала это при помощи золотой серьги. — Послушай, Хвостик, как ты сюда попал? — Мы с мамой пошли в лес собирать кислицу для супа. А я сначала ежика увидел, потом за птичкой погнался, потом на ящерку стал охотиться. В общем, заблуждался все сильнее и сильнее, пока совсем не заблуждился. — Ты с мамой живешь в лесу? — Нет, в городе. — В городе? И как он называется? — Новый Панивиль. — Что? — Где же такой город спрятан? — В лесу. — А, значит, все-таки в лесу. Интересно, и кто там живет? — Свободные пони! Голос малыша звенел от гордости. — И немного людей. — Понятно. — Кто у вас главный, ты помнишь? — Конечно, помню. Их двое. Йен Дрогос и Странница. Они управляют нами уже тысячу миллионов лет. — Это люди? — Нет, конечно. Йен Дрогос — Пегас, а Странница — Единорог. — Йен — великий воин. Я, когда выросу, стану таким же. — Ясно. — А сюда ты как попал? — Говорю же, заблуждился. Ходил-ходил, звал-звал, а мамы все нет. — Но я не испугался, веришь? — Конечно, верю. Затем на дорогу вышел, а там люди едут. Увидели меня и ЦАП? Я, конечно, дрался. Двоих, нет, шестерых уложил одним ударом. Но их знаешь, как много было? Штук сто или даже тысяча. Вот и попался. — Привезли сюда, и теперь на цепочке как собачку держат. А я разве собака? Я даже гавкать правильно не умею. Бедняжка, досталось тебе. — А что это за место? — Этот, как его? — Ну, дом, где психи живут. — Дурдом? — Ага, точно. Действительно психи? А как их еще называть? Кричат, прыгают, воют, кровь у меня берут. — Чего? — Да ты сама увидишь. Каждый день к решетке на колесиках привязывают и увозят в большую комнату. А там главный псих мне ножом ранку делает и кровь в чашку собирает. Затем этой кровью идола мажет. — Идола? — Ага. Там такой железный дядька с бородой стоит. Так они ему молятся. — Хей-хей-трамам или как-то так? — Хей-трам. Во, точно. А ты что, их знаешь? Доводилось встречаться. Задумчиво ответила искорка. И так все понятно. Ее похитили сектанты-панихейтеры. Но зачем этим безобидным безумцам ее шкура? Стоп. А кто, собственно, сказал, что они безобидны? Ежедневные кровавые подношения. Это великолепно оборудованная камера, сквозь которую, судя по всему, прошел не один десяток пони. Похоже, дело гораздо серьезнее, чем кажется. Обуреваемая дурными предчувствиями поняшка засыпала хвостика градом вопросов, но малыш мало что знал. Он находился здесь около недели, и каждый день его действительно использовали в каком-то малом ритуале очищения. Искорку насторожило слово «малый». Неужели помимо него есть и «большой»? И что во время него происходит? Настоящее жертвоприношение? Если так, то их дело плохо. Постепенно малыш устал отвечать, раскапризничался, и единорожке пришлось спеть ему пару веселых песенок, чтобы успокоить. Затем она привлокала свой матрас и соорудила что-то вроде удобной пещерки. Несмотря на громкие заявления, хвостик сильно замерз, поэтому его следовало устроить как можно лучше. Получившееся убежище было тесным, но уютным. Оказавшись в тепле, жеребенок быстро задремал, уткнув свою острую мордочку и подмышку. Согревшаяся искорка еще какое-то время размышляла на сложившейся ситуации, а затем тоже уснула. Пробуждение было ужасным. Единорожке показалось, что она вновь очутилась в логове королевы мутантов, и та подтягивает ее к своей жуткой пасти, захлестнув шею омерзительным скользким щупальцем. Замолотив в воздухе всеми четырьмя копытами, поняшка забилась, пытаясь освободиться, и проснулась. Натужно гудел электромотор, звякала цепь, да громко с надрывом плакал хвостик. «Нет, пожалуйста, не надо больше!» — умолял он. «Мне страшно, я не хочу!» Натянувшаяся цепь тащила искорку по бетонному полу, словно поводок упирающуюся собачку, и скрывалась в стенном отверстии. Похоже, в соседнем помещении стояла электролебедка, на барабан которой и наматывалась проклятая цепь. Единорожка вскочила на ноги и попыталась сопротивляться бездушному механизму, но только чуть не задохнулась. Более опытный хвостик стоял у стены, в которую втягивался его поводок, и продолжал обреченно хныкать. Наконец цепочки намотались до конца, и головы обеих поняшек оказались плотно прижаты к камню. Стихло гудение моторов, послышались шаги и громкий лязг. В камеру вошли люди, облаченные с головы до ног в прочные противоударные костюмы, вооруженные длинными палками электрошокеров. Двое катили горизонтальную железную решетку, закрепленную на подвижной платформе, сваренной из уголка и железного профиля. При виде этой жуткой машины хвостик забился и задрадал с новой силой. — Нет! — кричал он. — Дядечке, пожалуйста, не надо! Я боюсь! Молчаливые палачи, совершенно игнорируя вопли перепуганного жеребенка, отстегнули его от цепи и швырнули на решетку. Громко лязгнуло железо кандалов, и вот малыш распят, как морская звезда. Так же сноровисто и умело они выкатили устройство в коридор и вскоре крики несчастного хвостика стихли вдали. Искорка поняла, что наступила ее очередь. В камеру втащили цилиндрическую стальную клетку на четырех колесах и подвезли поближе. Единорожка попыталась встретить врагов крепкими ударами задних копыт, но у нее не было и шанса. Палачи отлично знали свое дело. Укол электрошокером в район крестца, парализованные задние ноги разъехались в стороны, и поняшка приземлилась на пятую точку. Снова укол, на этот раз в грудь, поворот ключа в замке, краткий миг свободы, потом ее затолкали в клетку и сковали кандалами. Прежде чем несчастная поняшка смогла прийти в себя, мобильное узилище выкатили в низкий коридор и повезли мимо запертых дверей к виднеющимся впереди пандусу. Судя по всему, тюрьма находилась в подвале, а сейчас пленницу собирались поднять на первый этаж. С громким лязгом клетка взлетела наверх по металлическим направляющим и, прокатившись через несколько помещений, наконец остановилась. Искорка быстро догадалась, что находится за кулисами театральной сцены. Слева до потолка поднимался пыльный бархатный занавес, по диагонали был виден кусок зрительного зала, справа располагался задник, разрисованный каким-то талантливым, но похоже совершенно безумным художником. На картинках угрюмые люди в коричневых хитонах всячески издевались над несчастными пони. Разноцветных лошадок расщелиняли, потрошили, жгли огнем, замораживали холодом и совершали еще множество всяких непотребств. Причем изображено это было настолько реалистично, что единорожка почувствовала приступ тошноты. На одной картинке голубенькую пегаску с радужной гривой запихивали в какую-то сложную машину, предназначенную, похоже, для изготовления кексиков. На другой белая единорожка, обливаясь кровавыми слезами, волокла огромную телегу, битком набитую драгоценными камнями. Поспешно отведя взгляд, искорка стала смотреть прямо перед собой. Сцена была почти пустая, если не считать решетки с распятым хвостиком и сооружение, стоящее у самого задника. С изумлением единорожка разглядела большой бронзовый бюст древнего русского правителя Владимира Ильича Ленина, установленный на высоком постаменте из черного гранита. Ильич смотрел в зал со своим фирменным прищуром и выглядел совсем невесело. Несчастный же ребенок прекратил кричать и теперь тихо лежал, часто дыша, время от времени позвякивая цепями. Зал постепенно наполнялся народом. Люди, все как один в коричневых балахонах, заполняли видимое пространство. Кресел или скамеек здесь не было, так что прихожанам приходилось стоять на своих двоих, терпеливо ожидая начала представления. Негромко играла тягучая расслабляющая музыка, под которую приятно засыпать. Воздух был напоен пряным запахом дыма и каких-то благовоний. Некоторые зрители тихо подпевали, раскачиваясь из стороны в сторону, словно детские игрушки. Искорке пришла в голову мысль, что в благовоние добавлено какое-то наркотическое вещество, слишком уж неадекватно вели себя некоторые прихожане, впрочем, возможно, они успели заправиться еще до начала представления. Внезапно погас свет и ударили литавры. Лучи двух прожекторов высветили фигуру высокого человека, стоящего рядом с несчастным жеребенком. Зал взорвался громким ревом. Незнакомец дважды глубоко поклонился и сказал громким, великолепно поставленным голосом. «Приветствую вас, братья и сестры! С вами снова я, Идол Симург, Единственный и неповторимый интерпретатор воли нашего неподражаемого небесного покровителя, святого Хейтерама!» Музыка взвыла, луч света на мгновение осветил бюст, затем вновь упал на главу церкви панихейтеров, больше напоминающего дешевого шоумена. «Да какой Хейтерам?» Обычный вождь мирового пролетариата, умерший дискорд, знает когда, с раздражением подумала Искорка. «Впрочем, здешним обкурившимся идиотам, похоже, все едино. Нет, копыта даю на отсечение. Эти клоуны добавляют в благовоние вещества. Ишь, как их плющат, болезных! Ничего удивительного, что богослужения пользуются такой популярностью. Слава Селестии, что на меня дрянь не действует, а то сейчас пускала бы слюни за компанию». Действительно, ее разум оставался чист, тогда как зрители, похоже, все глубже уходили в страну грез. Идл Симург что-то вещал, размахивая руками, словно мельница, и каждая его фраза встречалась одобрительным ревом. Искорка решила, что начнем читать наизусть таблицу умножения, эффект был бы таким же. Спустя несколько минут оратор, по-видимому, решил, что толпа достигла нужной кондиции, потому что внезапно оборвал монолог и резким движением извлек из ножен длинный кривой нож. «Братья и сестры, родные мои, к вам обращаюсь я!» Наш духовный учитель, покидая эту юдоль скорби, завещал одно «Карайте бесов!» Их крик и стоны радуют душу Хейтерама, как ангельское пение, а кровь, как нектар, омывает тело. «Давайте начнем то, ради чего все мы здесь сегодня собрались!» «Святой отдал в наши руки нового беса!» «Так что сейчас оборвется жизнь старого!» «Я пролью его кровь, рассеку грудь и выну сердце!» Толпа взвыла, а единорожка внезапно поняла, что дело плохо. Безумцы собрались здесь не только для того, чтобы получить бесплатную дозу счастья, но и взглянуть на кровавое жертвоприношение. «Если их сейчас не остановить, то несчастный хвостик обречен!» Искорка рванулась, но кандалы держали крепко. Их делали с расчетом на понячью силу, а значит у единорожки не было шансов освободиться. Тем не менее, она продолжала биться, словно бабочка, угодившая в паутину. Равнодушный металл в нескольких местах порвал кожу, потекла кровь, но поняшка продолжала бессмысленную борьбу. Тем временем на сцене дело шло к ужасной развязке. Симур скинул хитон и остался облаченным только в кожаную портупею. Его тело, натертое маслом, блестело, как зеркало. Под кожей бугрились и перекатывались мышцы, словно кролики, проглоченные удавом. Извиваясь, как змея, он скользил вокруг жертвенной решетки. Ее установили вертикально, так что теперь любой мог любоваться каждым движением обреченного существа. «Хейтерам! Хейтерам! Хейтерам!» — непрерывно повторил идол, размахивая ножом. «Приди, хейтерам!» Искорка прекратила биться, понимая всю бесплодность своих попыток. Ее голова раскалывалась от боли и чудовищного напряжения. В ушах звенел жалобный плач, обезумевшего от страха хвостика, и бесконечная хейтерам, повторяемая на множество голосов. Внезапно мир померк перед глазами, а головная боль мгновенно прекратилась, словно выключенная простым нажатием кнопки. Звуки смолкли. И единорожке показалось, что она теряет сознание, но тут зрение снова вернулось, окружающий мир заиграл всеми красками, но только привычная картина серьезно изменилась. Во-первых, Искорку перестали раздражать звуки. Вообще. Она различала их как прежде, но теперь какофония не вызывала отторжения. Затем свет. Что-то случилось со зрением. Теперь она могла разглядеть даже то, что до сего момента было скрыто темнотой. И, наконец, она увидела нечто такое, что, похоже, не замечал никто, кроме нее. Повсюду с потолка на землю падали вертикальные лучи света толщиной с ногу пони. Этот свет был мягкий, золотой и очень приятный. Казалось, что в зале одновременно поднялось множество золотых колонн. Странные лучи постоянно колыхались, вибрировали и издавали тихую приятную мелодию, легко перекрывающую рев оркестра и гул толпы. Казалось, что они были живыми. Искорка, насколько ей позволила, длина цепи протянула копыта к ближайшему лучу, и тот, изогнувшись, словно стройка воды, к которой поднесли эбонитовую палочку, в ответ потянулся к ней. Когда волшебный свет коснулся копыта, она почувствовала небывалый прилив сил. Разум очистился, будто кто-то смел мокрой тряпкой пыли усталости и паутину глупых мыслей. Спустя мгновение еще три луча коснулись ее тела, после чего единорожка внезапно поняла, что следует делать дальше. На сцене бесновался Сеймург, все ближе подбираясь к беззащитному жеребенку. Хвостик молчал. Его глаза закатились, похоже, он потерял сознание от страха. — Сейчас, маленький, подожди немного, — пробормотала искорка. Ее рок озарился слабым оранжевым ореолом, совершенно незаметным в темноте. — Простите, Владимир Ильич, но говорят, вы любили детей, и потому, наверное, не обидитесь, — шепнула поняшка, окружая бюст оранжевым коконом. Застанав от непривычного усилия, искорка оторвала его от постамента и подняла повыше. Скрытой темнотой он плыл на сценой, невидимый никем из зрителей, внимание которых было целиком приковано к двум освещенным фигурам. Идол, наконец, остановился и, тяжело дыша, занес руку с ножом. — Ох, хейтерам, направь мою длань и помоги рассечь эту грешную плоть одни ему, да? Послышался глухой стук и громкий хруст ломаемых позвонков, когда бюст обрушился на голову сумасшедшего жреца. Искорка могла гордиться. Такой точности позавидовал бы и сам Максим. Но она не видела момента своего триумфа, потому что как только заклинание телекинеза прекратилось и тяжелый кусок бронзы отправился в самостоятельный полет, в голове единорожки словно взорвалась граната, и она потеряла сознание. — Тетя Искорка, пожалуйста, проснитесь! — звенел дрожащий голосок, и теплый язычок несколько раз прошелся по щеке. — Не надо умирать! Понежка с трудом открыла глаза. Она лежала на голом бетонном полу камеры, а рядом стоял испуганный хвостик. Заметив ее движение, жеребенок радостно подпрыгнул и несколько раз крутанулся на месте. — Ура! Ура! — запищал он. — Ты живая! А я совсем не испугался. Просто ни капельки! — Хвостон! Улыбаясь, прибормотала Искорка, чувствуя, как силы возвращаются к ней. С трудом встав на ноги, она подошла к разрушенному ложу, быстро восстановила прежнюю пещерку, затем со стоном опустилась на влажный матрас. Голова кружилась, но боль отступила. Что это было? Неужели галлюцинация? Но если так, то почему же в жеребенок? При воспоминании о прошлом кошмаре ее чуть не вырвало, снова накатила слабость. Нет. Сейчас не время анализировать случившееся. Ясно одно. Произошло чудо. И как только она слегка придет в норму, нужно попытаться как можно быстрее найти ему рациональное объяснение. Иначе поедет крыша. Медленно и печально. — Искорка, скажи, а когда ты успела нарисовать себе эту красивую картинку? — внезапно спросил Хвостик. — Я тоже такую хочу! Картинку? — недоуменно повторила поняшка, проследила за взглядом жеребенка и вскрикнула от изумления. На ее крупе, немного ниже позорного рабского клейма, красовалась кьюти-марка, раскрытая книга, перечеркнутая золотой волшебной палочкой, рассыпающей во все стороны большие белые искры.